Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги «Судей» или «Вождей», как я ее называю в своем переводе. Прочитаем мы ее для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. И сразу скажу, что это очень интересная глава. Некоторые исследователи очень серьезные считают ее древнейшим отрывком Библии. Вы спросите, как же так? А что, Пятикнижие наверняка гораздо более древнее? Нет, понятно, что истории, которые рассказаны в Пятикнижии, они случились раньше и, вероятно, записаны были как-то вот по следам тех преданий, которые сложились раньше. Но такое ощущение, что здесь перед нами действительно очень древний текст, который, может быть, без изменений вошел в эту книгу. Он вполне самостоятельный, единственный, но большой поэтический отрывок в этой книге. В четвертой главе рассказана история, как полководец Сесера погиб, и женщина по имени Яэль его убила, когда он у нее в шатре пытался спрятаться. Вот пятая глава то же самое рассказывает поэтическими способами. В тот день Девора и Варак сына Винама воспели такую песню. Напомню, что Девора — это пророчица, которая называется вождем Израиля в то время. Вот неожиданно женщина стоит, собственно говоря, на первом месте в этом народе. А Варак — это тот, кто собирает ополчение, сражаться с врагами, с Сесерой. «Вожди Израиля впереди, рвение полон народ, благословите Господа. Слушайте, цари, внимайте правители о Господе, вот о ком буду петь, Господа Бога Израиля воспевать». Вот священная война, она и предполагает, что на самом деле война идет за Господа, а не за территорию, не за какую-то там свою правоту, идеологию и так далее. «Господи, когда из Сеира Ты шел, когда шествовал с Идомской равнины, земля тряслась и проливались небеса, роняли влагу облака, горы таяли пред Господом, как тот Синай пред Господом, Богом Израиля». Вот с самого начала это не войско, это Господь, который идет на войну, как тот Синай, то есть как пустыня и гора, пустыня, в которой странствовал Израиль, Гарана, который был дан завет, и, соответственно, вот это все возобновляется. Смысл священной истории в том, что отдельные ее события не есть что-то абсолютно независимое, это продолжение, а иногда возобновление, повторение того, что уже случалось прежде. Ну и вот, наконец, история о том, что произошло в данном случае. «В одни Шамгара сына Анат, в одни Яэля не стало путников на дорогах, кто прямо ступал, свернули на тропы, и героев Израиля не стало. Героев, а может быть, земледельцев, а может быть, железа, ну, неважно, в общем, напали враги, и по дорогам передвигаться небезопасно, все очень плохо. Не бывало их, пока не поднялась Девора, поднялась я, мать Израиля». Вот Девора о себе так говорит, мать Израиля. Здесь еще даже какие-то элементы матриархата, здесь женщина собирает вокруг себя вот эти разрозненные племена. И объясняет, почему так все вышло. «Новых богов себе избрали, вот и война стучит в ворота, но нищета не видать ни копья у сорока тысяч израильтян. Вот избрали себе новых богов, и началась война, но израильтяне к ней не готовы. Что же делать? Сердце мое с вождями Израиля, с народом, что рвение полон, благословите Господа. Кто ездит на белых ослицах, кто на подстилках выседает, кто по дорогам ходит, славьте его». Вот, соответственно, описание того, как прежде чем выйти на войну, самые разные люди, и начиная с знать, из богатых, кто ездит на белых ослицах, выседает на подстилках, они должны прославить Господа, а потом уже, собственно говоря, история, как собираться на войну. «Мешколодцев, голоса пастухов, там воспевают правду Господню». Вот, начиная с знать и вплоть до самых простых пастухов, правду героев Израиля. «Собираются у ворот городских народ Господень. Давай, давай, Девора, давай, давай, пой песнь. Иди, ворак пленных, веди сына Винуама». Ну вот, они себя ободряют перед началом, уже думают о пленных. «Спустился, кто остался из князей, пришел народ Господа ко мне среди богатырей». Или против богатырей, здесь много таких архаических выражений, многое непонятно. И вот начинают они собираться. «От Ефрема пришли, их корень в Амалеке, то есть на территории, на которой раньше жил Амалек, теперь живет Ефрем. «Следуя за тобой, Вениамин, с твоим народом, спускаются предводители от Махира, те, в чьих руках посохи, от Завулона». Вот разные племена, причем упомянуты даже такие, которые в перечне израильских племен-то и не встречаются. Махир, например, да. Ну вот, еще не сложился этот союз 12 колен окончательно. Это еще такие разрозненные группы, каждый раз выясняется отдельно, кто будет участвовать. «Вождей Сахара с Деворой, вслед за Вараком из Сахар, пешим в долину, устремился». Соответственно, еще одно колено, племя. «А Радару Вима долго размышляют». «Что среди, среди головешек, слушая посвист пастуший?» Да, Радару Вима долго размышляют. Вот они не торопятся на войну. Среди головешек или среди овечьих загонов мы точно не знаем. «Живет Галаад за Иорданом». «Галаад» — это местность на самом деле, но здесь скорее упомянуто оно как племя. Там жила половина племени Моносии, да. Но здесь оно как некое такое этническое понятие. Тоже вот, судя по всему, глубокая архаика. То есть еще по-разному назывались эти племена. «Живет Галаад за Иорданом. Адану что сидит при кораблях? На берегу морском Асир поселился, при гаванях он обитает. Завулон осмехается над смертью. Не фалим на высотах средь равнины». Вот, соответственно, а есть такие племена, которые не торопятся на войну, которые далеко, которым кажется, что они в безопасности. Завулон насмехаются над смертью. Не фалим на высотах средь равнины. А эти, соответственно, отправились на войну. Они не боятся вы. Вот цари вышли на битву. Хананейские цари на сражение. При водах Мегеддов-Таанахи. Но серебряные казны не добыли. Вот они идут на войну для того, чтобы завоевать, захватить. Вмешались в сражение звезды с неба. С орбит своих с Сесерой воевали. Вот тот самый Сесер, который у нас в предыдущей главе описан, как погиб. Он полководец и ведет за собой войско. Но с ними воюют звезды. И поток кишон их сметает. Древний поток кишон топит. Соответственно, все очень серьезно. Соответственно, и звезды, и потоки. Вот это все устремилось против него. Вот сама природа, как и в самом начале, Господь шествует для того, чтобы Израиль защитить. Он идет, и вокруг него весь мир меняется. Торжествует душа моя над мощью. Топот копыт, топот мелькания ног лошадиных. Мироз прокляните, возвещает ангел Господень. Прокляните его жителей клятвой, что не пришли к Господу на помощь. На помощь Господу воина Мироза. Мы не знаем даже толком, что это за Мироз. Но некоторая, очевидно, еще одна небольшая группа. Какой-то род, который отказался участвовать в этом сражении. А вот теперь подробно та история, которая рассказана в прошлой главе. Благословенно среди женщин Яэль, жена Хивера Кенея. Среди обитательниц шатров благословенно. Воды Сесера просила, она дала молока. В знатной чаше поднесла кислых сливок. Протянула на колышку руку. Молот тяжелый взяла в другую. Ударила Сесера, голову ему разбила. Висок его ноской спронзила. К ногам ее он склонился. Пал, и у ее ног лежит он. Склонился и пал на том же месте, где склонился, там замертво рухнул. Вот здесь очень подробно описывается именно эта история. Причем она не очень точно описывается. Ведь Сесера сначала попросил пить и прилег. И только когда вот он от изнеможения впал в такое забытье, в дрему, то тогда она смогла его убить. А здесь как будто она его стоящего прямо поразила, что, конечно, нереально. Но помните в четвертой главе вот этот баланс между мужчинами и женщинами нарушен. То есть тварак идет на войну, а на самом деле это Девора собирает ополчение и говорит ему, если ты без меня не можешь, то женщина победит твоего врага. Что и происходит здесь. Вот знатный могучий полководец, который падает к ногам женщины, сам по себе важный образ. К ногам ее он склонился. Пал у ее ног лежит, он склонился и пал на том же месте, где склонился, там замертво рухнул. Повторяется, вот как это красиво, когда падает враг, да? Такой кинематографический кадр, когда он там несколько раз прямо падает подряд. И дальше такая издевка. Смотрит в окошко мать Сесеры, кричит она за оконной решеткой. Что ж его колесницы не едут, что ж кони его задержались? Отвечают ей разумные княгини, да и сама она так рассуждает. Знать, добычу они делят, подевки на воины и даже пузе. А добыча Сесеры одежда цветная, пара расшитых цветных одеяний. И вот какая добыча, да? Такое описание его дворца, его матери, приближенных ее княгинь, которые ждут его возвращения. Но все будет очень плохо, а пока они строят замечательные планы. Так пусть сгинут враги твои, Господи. А кто любит себя, да уподобится солнцу в полноте его сияния. После того страна благоденствовала 40 лет. Вот интересный поэтический отрывок, который нас вводит в этот мир с точки зрения его обитателей. Вот поэзия, она передает не только скупуют какие-то события, она передает дух этих событий, аромат их, передает, как они сами это видели. Конечно, с одной стороны, все достаточно жестко и жестоко. А с другой стороны, ведь это мир, где действительно военное противостояние – это основное занятие мужчины зачастую. И вот глава, которая одновременно показывает, что смотрите, а все-таки мужчина со всеми своими военными орудиями, он оказывается слабее женщины. И Сесеру ждут дома женщины. Вот все-таки не самая главная война. Все-таки и на эту мужскую силу находится такая женская сила, которая в конечном итоге побеждает. Ну, а в шестой главе, конечно, продолжится история угнетения, которая сменяется победой, а потом все опять возвращается к плохому состоянию впадения в язычество. Шестая глава следующая. Продолжение следует...